Всем привет, это психотео, с вами Юлия Юрьева, Александр Фон Шмидт. Всем добрый день, рада вас видеть. Да, мы, в общем, психолог и теолог, оба магистры. И сегодня будем говорить о том, как можно выйти из физики. По тому, что говорят и исследуют психологи, есть такая вот прям система, скажем так, многомерная модель basic ph, вот так как называется. Автор Мулли Лад. А сегодня мы будем на простом обычном языке говорить об этом. То есть, если очень просто, то есть несколько каналов, которые человек может использовать. А может не использовать, а он-то и делает. Можно по любимой дорожке всегда наскачивать, но когда человек попадает в кризис, может это не сработать, на то он и кризис, что старые методы не срабатывают, не получается. То есть, когда человек переживает облом, облом и облом, то есть он пробует, как раньше, а не получается, пробует, как раньше, а не получается. То есть, как раз есть повод попробовать и другие каналы. Хотя лучше пробовать эти каналы раньше, еще до кризиса, познакомиться с ними. Итак, сегодня мы с вами делаем обзор, обзор вот этих вот каналов, их шесть. Их шесть. И хорошо, что с нами в студии пастор, актеолог, потому что канал номер один. Александр Павлович Шмидт, да, канал номер один называется никак иначе, как «Вера». Вот, да, и что, ну, я только могу сказать, что тут подразумевается не только вот прям вера, да, как мы это понимаем, но еще сюда же входит смысл, там, миссия, понимание миссии, убеждения, ценности человека, то есть вот не так. Это все, что я могу сказать, а теперь ваше. Нет, ну, на самом деле, как бы тут все понятно, почему вера преподносится таким образом. То есть, это характерный прием, особенно для, ну, скажем так, вот протестантско воспитанного богословия. Расскажу маленькую историю, что когда люди формировали вот известную довольно-таки модель 12 ступеней для людей зависимых, да, вот как им выходить из кризиса всяких, то первый шаг, вот самый первый шаг, которому надо подвести зависимого человека по этой программе, это признание власти выше себя, да. Да, вот в этом смысле есть вера, потому что когда есть кто-то, некая персона или сущность, то есть, да, вот которая превышает набор собственных там совокупных знаний, навыков, умений, возможностей, ресурсов и так далее, то отношения с этой, с этой там персоной или сущностью, они строятся на основании веры. По одной простой причине, это высшее существо, это может быть человек, это может быть дерево, вот, то есть, в данном случае это не так важно, не потому что мне как бы безразлично какое богословие, но вот этот аспект, да, это, еще раз, признание некоего, и по Библии это абсолютно правильно, божества, потому что Бог в Библии, вот слово Бог, Элохим, да, на иврите, не всегда подразумевает тот Бог, которого вот мы там, не знаю, исповедуем в символе веры. Вот мы делаем передачу с вами накануне праздника Троица, вот на Троицу принято читать афанасьевский символ веры, он такой длинный, вот такие там две, наверное, с половиной или три страницы, и это очень торжественно, это очень значимо, там, все фразы отточены, про отца, сына, святого духа, так далее, вот это наше понимание Бога. Библейское использование слова Бог не всегда такое, оно может применяться даже к людям. Есть момент в книге Исход, где Бог говорит Моисею, ты, Моисей, будешь для фараона Богом, а Аарон будет твоим пророком. То есть он как бы не сильно стесняется, говорит, что ну ты и Бог, и все нормально. То есть это не передача своей славы, не отдача каких-то своих привилегий и так далее. В том смысле, что ты будешь высшей властью по отношению к фараону. И в данном случае один из первых важных каналов – это признание того, что существует кто-то или что-то, какая-то система, какая-то структура, какая-то личность. Еще раз, в данном случае это не так важно на первоначальном этапе. Понять, что человек – не конечная точка. Потому что когда человек говорит… То есть я не пуп земли. Это с одной стороны, я не пуп земли в том смысле, что земля не вращается вокруг меня. А с другой стороны, я регулярно это встречаю, особенно среди мужчин лет до пределах 30-50 лет. «Я рассчитываю только на себя». Вот это такая классическая фраза, которая делает из человека, сам человек из себя делает идола. То есть я не последняя инстанция. Да, да. А в этом… О чем это говорит? Особенно в ситуации кризиса. Я опираюсь не только на себя. Это ведь действительно. Это значит, что человек может позволить себе попросить о помощи. Потому что когда человек… Поискать опору. Да. Потому что когда человек опирается только на себя, на свои ресурсы, на свои возможности, на свои деньги, на свои навыки, на свои связи, неважно на что, это говорит о том, что он в помощи не нуждается, а потом наступает кризис. И вот как вы говорите, старые методы не срабатывают. И если он не выйдет из этой парадигмы и не признает, что есть силы высшие, и внутри новой системы он может попросить о помощи, то это все закончится очень плохо. То есть технически применительно в сегодняшней нашей беседе канал решения кризисной ситуации для человека имеется в виду, что если я пытаюсь себя сам вытянуть за волосы, как бороться в паузу, то не получится. И тогда решение и вариант – это обратиться к источнику извне, который есть сильнее меня, умнее меня и могущественнее, чем я. И, в общем-то, если так совсем просто, технически, то есть суть такая. Да. То есть, безусловно, как христианский пастор я могу сказать, что, ну, конечно, надо обращаться… Ну, скажите пару слов. К Богу, да, вот как Бог-Отец, Сын и Святой Дух. У нас есть молитва «Отче наш» и так далее. Но с точки зрения социологической, да, с точки зрения психологической, в данный момент важно для того, чтобы вот продвинуться вперед, по крайней мере, признание, еще раз, любой власти, которая выше. Проблема вся в том, что, ну, с моей, опять же, вот богословской точки зрения, все другие власти, они время от времени все равно сдают. И поэтому они могут быть временным решением, а не вечно. Вечен только Бог. Вот Бог вот в библейском смысле этого слова. Поэтому, как бы, я бы призывал обращаться непосредственно к источнику творения, источнику благодати. Но еще раз, вера в данном случае подразумевает вот такое построение отношения, которое позволяет доверять тому, кто выше, сильнее, потому что убеждать, подкупать – это все бессмысленно, это не работает. При хорошем раскладе получается, что можно адресить нечто незыблемое и очень твердое для опыта. Очень мощный ресурс, наверное, самый мощный. То есть, когда я уже немощен, то Бог населен. Да. Недавно мы как раз обсуждали историю Иосифа. И там, то есть, еще раз, Иосиф приходит к пониманию, что это Бог послал его вперед, своих братьев. На это у него уходит примерно 22 года. То есть, между моментом, когда его продали, и моментом, когда он открывается братьям, проходит 22 года. Да, его предали, продали. Предали, там, продали, отправили в ссылку. Притом они признают, что он умер. Отец думает, что он умер. Его никто не ждет домой. Да, то есть, и вот в этом контексте ему нужно уложить в голове, что же это было в моей жизни. Да. Вот как это… Найти смысл этому, да? Да. Как это горизонтальное, вот это протянутое… Ну, это подобно… Укладывается вот в этот вертикальный контекст. Вот и все. И тогда он говорит, а, это Бог меня послал. Поэтому вы, ну, если вы извинитесь, хорошо. Но если вы не извинитесь, как бы не сильно плючитесь. Потому что, на самом деле, картина намного шире, чем вы, братья. Он им проповедует. Это вообще удивительно, да? То есть, они должны его утешать. А он им проповедует и говорит о том, что вы не психуйте. Уже все понятно. Я здесь специально с особой миссией. Ну, то есть, ребята, я не на вас опираюсь. Да, да, да. Поэтому он, да, и черт, вот его мировоззрение, оно уже вне семейного контекста. Не в том смысле, что оно отвергает семейный контекст. Оно просто шире. Оно объемнее, чем отношения вот с этими десятью братьями, которые его подставили. Да. Ну, это перекликается с Виктором Франклом. Это его фраза. Конечно. Если человек знает зачем. Он может выдержать любое как. Да. Вот это оно. Да, да. Спасибо, здорово. Хорошо. Следующий канал. Итак, друзья, мы сегодня про… Так, мы сегодня как-то красиво звучит. Про многомерную модель Basic PH. А если просто, по-моему, так это про те дорожки, да, по которым мы можем выкарабкаться из кризиса. Вот. И предполагается, и предполагается, и предлагается, нам предлагается пользоваться всеми. Не излюбленные какой-то с одной дорожкой. Вот. Кстати, есть как бы, как вам фраза, то есть молиться надо, чего ты к стоматологу идешь, молиться надо, чего ты к психологу идешь. Он бог тебе все решения твоих проблем. Что ж ты, маловер такой? То есть этот человек пользуется только одним каналом. Ну, вот как по мне. Что скажешь? Притом он очень как-то ограниченно им пользуется, потому что тот же Бог, который сказал, призывает, тот же Иисус, который призывает к молитве, он же никогда там не смеется, например, над работой врачей, даже того времени. И я думаю, что это Бог-творец, такой основа порядка этого мира побуждает некоторых людей с научной склонностью мозгов, ума, познавать порядок устройства этого мира, в том числе и мира организма человеческого. И, соответственно, применять эти знания для того, чтобы людей лечить, это, к сожалению, ложное противопоставление. Я не вижу необходимости противопоставлять молитву, условно говоря, из зубного, потому что и тот, и другой делает, и та, и другая часть вашей жизни делает свою работу. И нужно иметь обе части. То есть, с одной стороны, вот у меня сегодня как раз, вот примерно в это время, один из моих прихожан должен ехать из Лос-Анджелеса, потому что ему делали серьезную операцию на сердце. Мы молились за него, да, до, во время, после, и за него, и то, чтобы Бог благословил руки врачей и персонала, и поддержал родственников, там, родных, близких и так далее. Но, то есть, у меня не было необходимости врываться в кабинет, значит, расталкивать врачей и говорить о том, что Бог сейчас тут вот явит чудо, и он все его спасет. Ну, нам и так было достаточно чудес явлено, и без этого. Вот, серьезно, потому что вообще тот факт, что, как, короче, это отдельная история про этого человека, тот факт, что он вообще на данный момент живой, само по себе чудо. Но, вот, вот это, это принятие всех способов, которые Бог нам дарует. Поэтому мы в первую очередь обращаемся к нему, а дальше смотрим те средства, которые он нам предоставил. Да, то есть, это все равно, что говорить, что, вот, ну, можно все сделать топором. Ну, в принципе, можно. Но шурупы выкручивать топором очень неудобно. Вот, потому что, вот, уголок топора, он в итоге сорвется, когда вы засовываете его, значит, чтобы шуруп провернуть и так далее. То есть, надо просто, ну, пользоваться всем набором инструментов. Поэтому, следующий инструмент. Да, следующий канал – это эмоции. Ну, это мой коньяк. В общем, смотрите, как интересно. Это на тему «Мужчины не плачут» и так далее, да, женщины злятся. В общем, эмоции. Есть категория людей, которые не позволяют себе проявлять эмоции. Некоторые не позволяют себе даже осознавать эмоции. То есть, как бы, не позволяют себе чувствовать. Бывает так, что человек, ну, это вообще очень интересный момент, механизм. Например, вот во время войны Второй мировой, да, то есть, люди очень много всего пережили. И вот женщина, которая потеряла мужа, и которая там беременная осталась с несколькими детьми посреди войны, зимы, голода. И вот ей как-то, ну, все легло на ее плечи. Ей как-то с ума сойти вообще. С ума не сойти надо. Для начала, да. Ей просто хотя бы не сойти с ума, потому что у нее на руках дети. Вот, и что она предпринимает? Она выключает эмоции. На данный момент, что бы, она превращается в хладнокровную машину, которая должна выжить. Вот. И это хорошо. Это хорошо, она действительно выживает. Проходит эти годы. Приходит победа, да, и они живут дальше, и вот ее там сыновья, дочери растут. Но проблема в том, что она не радуется, она жесткая, она не ласковая и так далее. Ее эмоции выключены. Выключен рубильник, выключен. Вот. И, в общем-то, жить так можно. Потом говорят о травме поколения, потому что поколение людей, которые не умеют чувствовать, не умеются переживать, которые такие холодные и очень жесткие, жесткие, ну, именно жесткие. Да, и, ну, жить так можно, конечно, но все же канал эмоций, ребят, это же и про радость, это и про интерес. Ну, да. Если выключаются эмоции, то выключаются все. Все. Да, не только эмоции страха, да, и ужаса, но и эмоции радости, эмоции интереса. То есть, получается, жизнь очень бедная, вот. А через эмоции очень много можно решить, просто выражая эмоции в том же холсте, я не знаю. Там, песня, там, позвонить подружке и рассказать той, которая действительно понимает и выслушает. И уже, то есть, как бы, мы же живые, ну, мы живые, и мы движемся. И у нас есть некая, ну, как, ну, мы не, не знаю, ни столбы, ни деревья. То есть, ну, есть некое движение, ну, я не знаю, как это назвать, ну, скажу, энергия, перепугаетесь. Но все же, вот я сейчас говорю, я трачу энергию. Ну, да, конечно, конечно. Кило джоули там я трачу. Да, 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 да. Ну, и есть эмоциональные затраты, энергетические, безусловно. Да, но в то же время эмоции помогают нам как раз вот снять какое-то напряжение, которое нам действительно нужно, от которого нам нужно избавиться. То есть, одно из наших потребностей, одна из наших потребностей, это снять напряжение. И вот эмоции с этим очень хорошо становятся. Хотел привести одно место. Псалом шестой, Псалом Давида. Ну, то есть, как бы известно, что у Давида была не самая простая жизнь на свете, да. То есть, он вроде бы там такой, наверное, один из самых известных царей Израиля. Ну, там, Соломон, да, но не первый, второй. Вот, но первый из колена Иудина. Вот, он как бы такой родоначальник мессианского такого клана. Но был момент, когда за ним гонялся там, значит, другой человек, который на тот момент сидел на троне и пытался устранить своего, как сказать, потенциального преемника, потенциального, значит, захватчика трона. Значит, он убегает, и в том числе вот нам оставлен такой Псалом шестой. И там есть такие слова, значит, седьмой, восьмой, девятой стихи. Утомлен я воздыханиями моими, да, то есть, это Давид, который воин, мы знаем про него много всяких разных военных историй, но в том числе вот надо, в контексте его военных историй, надо понять его слова. Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Мужчины, плакать можно, слышите? Значит, и всохло от печали око мое. То есть, он так уже наплакался, что у него уже даже железы не успевают, не справляются с нагрузкой. Обветшало от всех врагов моих. И, соответственно, дальше он выходит из этого кризиса, стих 10-11. «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будет постыжен и жестоко поражены все враги мои». То есть, это вот некий момент его прославления. Но, вот это как бы такой, не знаю, хороший пример, есть такая фраза «достучаться до небес». Вот, наверное, да, для того, чтобы понятно было, насколько это нам важно. Потому что, если мы проходим через кризис, ну, так, ничего страшного, одной левой. Ну, это как бы не кризис, да, это не такая ситуация, которая требует серьезного вмешательства. Это просто стресс, да. Да, вот, а когда вот нас переплавляет, то в этом есть преобразующая рука. И в этом смысле, да, да не знаю, что нужно там, как бы, ну, лить слезы по каждому поводу. Тем более, они не должны превращаться в крокодили слезы. Но серьезные ситуации, они требуют серьезного эмоционального включения и вмешательства. И я тогда приведу уже, еще хочу привести один пример, небиблейский уже пример. Все прекрасно помнят песню, значит, которую пел Леонид Утесов, значит, «Мишка». Да, ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Я петь не буду, потому что, ну, как бы, а то у нас, как бы, и так не так много поспиччиков, они все разбегутся. Вот, но когда последний куплет, когда они, значит, шагают вот по Одессе, да, которая уже вот там развешана там флагами, там шуршит там флагами знамен, что-то как-то так. Вот, то как раз, вот, как бы, герой, который обращается к этому Мишке, говорит о том, что вот в этот день поплакать даже не беда. Да, то есть, вот это нормально. То есть, есть момент, когда есть борьба, есть момент, когда идет эмоциональная отдача. Да, и это, это правильно, вот, это то, что снимает определенную такую злокачественную нагрузку с души, оно вымывает это все. Печаль помогает проживать, справляться с опытом, который очень сложный. Смех, это, кстати, считается, это некое выражение агрессии. Ну, такое. Один из вариантов, да. Один из вариантов, да. И вообще, эмоциональная сфера, сфера чувств, это очень-очень тонкий аппарат, который помогает нам ориентироваться в окружающей среде. Если его выключить, то у нас, ну, как будто бы мы снимаем очки и очень мутно все видим. Вот, скажем, близорукий человек снимает очки и очень-очень мутно все так примерно видит. Это если отключать эмоции. То есть, это действительно хороший вариант. Ну, это нужный, это нужный канал. Это нужный канал, лучше с ним подружиться. Вот, то есть, можно просто говорить о своих чувствах человеку, который вас слышит и принимает. И это уже поможет. Можно давать волю чувствам, ну, естественно, экологично, то есть, приемлемо там, социально. Все такое, но суть. Можно выражать чувства в каких-то действиях, там, не знаю, рисование, там, пение, там, еще что-то, еще что-то. То есть, вот, и это все на эту тему. А можно хотя бы для начала вообще понять, что с вами сейчас? Что сейчас чувствую? Ну, да, это же основное. Разрешите себе это. Да, основная вещь – это понять, что происходит. Да, а потом уже начинается грамотное выражение. Если я чувствую, значит, я живой. А я живой – это уже хорошо. Уже хорошо. Да, быстро у нас не получается, как я посмотрю. Итак, третий канал. Третий канал. Кто бы сомневался. Все разговорчивое, желающее сказать все это вообще. Да. Так, третий канал – это общение. Общение, и тут вот, наверное, про чувство принадлежности к группе. Вот, про то, чтобы быть частью какой-то организации. То есть, это является тоже вот таким, ну, важным ресурсом для человека, этой дорожкой, которая могла бы… Я не знаю. Я даже, знаете, как себе вижу. Вот, ну, просто вот, если там так, картинку. То есть, вот человек шел-шел-шел по жизни и упал, да? То есть, вот он провалился. Вот у него кризис, он провалился. Он со своей дорожки вообще свалился. Ему как-то надо назад подняться. И вот он может по одному канатику пытаться там как-то, ну, выкарабливаться. А у него не получается. А может у него быть шесть канатов. И он там что-то себе там свяжет, подвяжет, и получится у него такая качель. И он там сможет легче выбраться. То есть, ну, поддержки больше. Поддержки больше, чем один. Вот. Так вот, такой канал, поддержка номер три – это общение. Ну, вот, что вы скажете? Я вспомнил. Вы когда говорите про… Я две вещи скажу. Одну, как бы, просто вот известная всем нам картинка. Надеюсь, что практически всем будет известная. Помните, в нашем детстве был такой чудесный мультик про Маугли? Вот не американский мультик Маугли. А именно наш, вот такой советский, союз мультфильм. Красивый, очень красивый. Все дела. И книжка там тоже, эта история есть. Но в мультике просто очень красивая картинка. Там маленький слоненок падает в яму. Да, маленький слоненок падает в яму, и его никто не может вытащить. Слоны вроде здоровые ребята, да? Да. Приходят Маугли, и за счет того, что они… Вот строится это общение. Мы с тобой одной крови, ты и я. И тогда он, с одной стороны, он как бы вот в… Как это у нас? В стае волков. А с другой стороны, есть вот эта группа, значит, слонов. Вот они объединяют усилия. Он придумывает, как опустить лианы, обмотать этого, значит, маленького. И тогда слоны своей силой могут его вытащить. Могут вытащить. Но это пришло благодаря тому, что расширился круг общения. Слоны вот в своей, даже при условии общения с этим маленьким, они могли его там эмоционально поддерживать, пытались, что-то делали. Но этот круг общения не сработал. Он должен был расшириться, и тогда происходит спасение. И в этом смысле мы все как-то, ну, оказываемся в той или иной социальной среде. Мы рождаемся там в семье. Если, не дай бог, конечно, кто-то рождается вот в сложной семейной обстановке, ну, все равно есть обстановка, не знаю, там, детдома или еще чего-то. То есть есть некий первоначальный, да, как бы вот такой, как это сказать, шар, да, вот некая капсула, в которой мы находимся, социальная. Мы никогда не являемся изолированными. Люди... Не зря звоночек о том, что, ребята, обратите внимание, если человек замкнулся и не общается. Если человек сокращается в общении, ребята, обратите внимание. Это надо обращать внимание. Наоборот, вот эту скорлупу, которую он пытается вокруг себя создавать, надо потихонечку пробивать снаружи. То есть это недобрый знак. Не очень. Или очень недобрый знак. Недобрый знак. Вот мы, когда находимся в этой социальной среде, тем не менее, есть более глобальная социальная среда. Это среда христианской церкви. Да, то есть церкви, которая... Людей, которых вы часто не знаете, которых, ну, в лицо, да, вы не знаете их лично, но за счет того, что они взаимодействуют под действием одного и того же Духа Святого, то это глобальное движение, да, и поэтому нужно попытаться, наконец, осознать себя вот частью большого, по большому счету, всемирного такого сообщества, вот, которое называется христианская церковь. На самом деле на Земле... Звучит мощно. Примерно там, ну, по-разному, как бы, разная статистика дает разные цифры. Примерно где-то полтора-два миллиарда, то есть примерно треть населения Земли – это люди, которые так или иначе исповедуют Христа. Мы можем там долго спорить о каких-то тонкостях настройки, как мы это понимаем, но, тем не менее, это люди, объединенные, в общем, более или менее одной верой. И потребность в сообществе очень интересна, на самом деле. Особенно вот на Западе долгое время, там, до войны, в смысле, Второй мировой войны, это как бы к этому двигалось, но после войны, это вот за счет развития психологии, социологии, поднялся такой уровень индивидуализма. Вот я – это я, и только я. Вот я решаю, я принимаю решения за себя, за свою судьбу, неважно, что говорят родители, неважно, что говорят друзья, лишь бы мне было хорошо и так далее. Теперь смотрите... Но это западная тенденция. Как только появилась возможность для социальных сетей, они мгновенно выросли. Сплатились. Да, почему? Потому что на самом деле есть внутренняя... То, что принадлежности – это потребность. Да, есть внутренняя потребность к общению, к взаимодействию, к тому, чтобы сказать что-то о себе или показать картинки какие-то, да, и услышать что-то в ответ. А у меня столько лайков, а у меня столько лайков. Но потом, естественно, начинается фрагментация, потому что даже внутри, не знаю, классического Фейсбука есть группы такие, есть группы сякие и так далее. То есть нужно более близкое общение людей. Не просто быть частью одной огромной группы, но быть частью группы, которая намного ближе по интересу. Это неплохо в этом участвовать. Но мне, опять же, с пастерской точки зрения, мне кажется, что людям все равно не хватает рукопожатия, объятия, вот разговора на расстоянии вытянутой руки. Мы с вами как старички рассуждаем. К сожалению, я бы сказал так, то, что дети не рассуждают, некоторые дети не рассуждают таким образом, это даже не их вина, безусловно, но это их беда. Потому что потом они оказываются без правильных навыков и не понимают, как отсортировать ту информацию, которая на них валится. Я бы сказала, соцсети – это как эрзац, как заменитель искусства. Заменитель общения, на самом деле. Да, так, нам нужно быстрее двигаться, мы что-то совсем. Итак, четвертый канал – это воображение. И, конечно, такой он, интересный канал. Это про то, чтобы создавать что-то новое. Но также это еще и про то, что психологи очень любят слово «визуализация». Сейчас я, наверное, скажу очень узко, но, тем не менее, это важно. Например, мозг не отличает действительность от воображаемого чего-то. Например, если вы закройте глаза, расслабитесь в своей комнате и вспомните, как вы гуляли по берегу моря или в то место, где вам было очень хорошо, попробуйте вспомнить запахи, ощущения, там, не знаю, как вы босыми ногами шли по теплому песню, тогда вы сможете настолько погрузиться в это, что вы проживете вот эту приятную эмоцию, вы прямо отдохнете. Вот. И этим можно пользоваться. То есть можно иногда просто переключаться, если так сложилось, что весь день был сложный, например, ничего хорошего там не случилось, не знаю, там вы расстроены. И вот чтобы хорошо заснуть, можно, повторюсь, я очень узко сейчас говорю, но для меня это ярко, потому что это работает. Это работает и у детей, и у взрослых. И как бы это не то, что мы себя обманываем. Но мы же фильмы включаем, чтобы переключиться, да, чтобы там, ну, мы же смотрим какие-то фильмы, юмористические программы, чтобы просто вот как бы переключиться. Мы можем переключиться вот так, мы просто можем закрыть глаза и вспомнить, вспомнить визуально, вспомнить своим телом, запахи, звуки, и как бы отдохнуть вот так. Да, можно как бы этим каналом пользоваться. Единственное, что, конечно, не совсем, ну, чтобы не остаться в том воображаемом мире, да. Вот. Вот это то, о чем я хотел. Я как раз листаю как бы в Библию, хотел вам сказать одну очень важную вещь. Сейчас, секунду. Серь, секунду, секунду. Еще один важный момент. Это воображение помогает нам найти нестандартное решение, как бы выйти за пределы своего, вот как раз то, что в кризисе надо, да, выйти за пределы своего чего-то накатанного, наезженного и смочь увидеть другое решение вопроса. Это тоже воображение. Все, говорите. Я просто как раз хотел сказать, что нужно всегда помнить, что особенно такая вещь, это выход, такой канал, тропинка, какой бы образ мы тут не использовали, выходы из кризисной ситуации, да, то есть это не то, что должно затягивать, то, что должно постоянно присутствовать в жизни, да, потому что, ну, не совсем, я думаю, что душ мы чаще принимаем, чем занимаемся визуализацией, вот, как бы, но, тем не менее, да, я в том смысле, что у нас есть несколько таких мест очень важных, например, в первом послании к Коринфянам Павел говорит, что мне все позволительно, но не все полезно, а потом он добавляет, мне все позволительно, но ничто не должно управлять мною. То есть, к чему я? К тому, что вот это отстранение от реальной реальности, скажем так, да, вот бытовой реальности, не должно, и замещение бытовой реальности вот некой красивой картинкой или моделькой, не должно, как бы, вот выдавливать основную жизнь, вот за счет этого красивого замещения. Есть много и фильмов, и книг на эту тему построено, да, вот там «Газонокосильчик», наверное, будет там самым таким классическим примером, когда человек увязает в виртуальной реальности, и это проблема. Тут еще, вот, я уже потеряла мысль, что хотела сказать? Ну, тогда я скажу пока немножко другое, позитивное, вот то, о чем вы говорите. А, вспомнил, я вспомнил. Так, я вспомнил, да, что ж такое, Александр, вы сегодня прям вышибаете меня. Тут, смотрите, можно с этим поспорить, можно поспорить, потому что, когда я себе, я просто знаю это, я такая очень прагматичная, и я только думаю, что это реальность. Вот сейчас серое небо, сегодня ничего хорошего не случилось, там, тра-та-та, ля-ля-ля-ля. И мне кажется, что вот так паршиво, это есть моя реальность. Но с этим можно поспорить, потому что, скорее всего, мой мозг в силу каких-то убеждений выцепил из сегодняшнего дня те факты, которые подтверждают мою подсознательную какую-то уверенность в том, что жизнь паршивая, ну, к примеру, вот. И это не значит, что это правда. То есть мой мозг вытащил то, что ему надо, и пропустил мимо ушей то, что не входит в его картинку мира. Поэтому, когда я включаюсь и вспоминаю о том, как была на море пять лет назад, ну, это не совсем обман. То есть, ну, с этим, короче, можно спорить. Не-не, я не про то, что этим не надо пользоваться. Я к тому, что с этим нужно быть очень аккуратным. Потому что, если вы предпочтете поклеить обои в пейзажные какие-то, вот, как бы, в своей комнате в виде пейзажей там пляжа, вот, и останетесь в своей комнате навсегда, потому что за окном идет дождь и рота красноармейцев, вот. Это цитата из книги, не обращайте внимания. Ой. Ну, как бы, есть такая очень смешная, на самом деле, забавная книга, которая начинается с фразы, а за окном, там, один из первых, как там, в конце первого абзаца, а за окном шел дождь и рота красноармейцев. Вот, ну, как бы, неважно, не об этом речь. Так вот, вот убегая от этого дождя, если вы запрете себя в своей комнате, то будет вот эта подмена. И таким образом эта подмена начнет вас контролировать. Вы не сможете выйти наружу. Вот и все. Нужно быть готовым, с одной стороны, переключиться на воспоминания о море, для того, чтобы найти силы вернуться в то состояние, где идет дождь. Ну, или хотя бы для того, чтобы с вами не заснуть. Ну, да. Ну, то есть, опять, для того, чтобы выспаться и вернуться в ту жизнь, где идет дождь. По крайней мере, иногда. У нас, давайте, по три минуточки на два оставшихся пункта, потому что дико передержали время. Итак, следующий канал, мой любимый, наверное, потому что часто используемый в психологии, а именно в когнитивно-поведенческом подходе, бихевристическом, да, который признан во всем мире, который даже покрывается страховкой медицинской. Так вот, мысли, канал мысли. О, это вообще срочно, да. Как тут три минуты, ну вот как на этот канал выделить? А, не знаю, меньше знаешь, крепче спишь. Вот, по-моему, самый главный ответ. Суть, я сейчас вам открою, такой секрет, благодаря которому, в общем, психологи просто творят какие-то чудеса, работают с такими штуками, что мало не покажется. Итак, суть такая. Все начинается с мысли. Мысль, сначала появляется мысль. Вы можете ее не осознавать, но она есть. Потом мысль включает эмоции. Именно мысль запускает соответствующие эмоции. Эмоции как-то проявляются в теле, и запускается какое-то действие. И первой причиной является мысль. Соответственно, а мысли бывают конструктивные и деструктивные. Если очень просто и примитивно, то можно сказать, что конструктивные мысли приводят к хорошему самочувствию, приятным эмоциям, нормальным эмоциям. Сейчас бы меня побили психологи за мою фразу нормальную эмоцию. А неконструктивные мысли приводят к неприятным эмоциям, к таким, которым плохому настроению, грубо говоря. Соответственно, кто выбирает, как думать об этой ситуации? Есть нейтральная ситуация, и есть моя интерпретация этой ситуации, то бишь моя мысль. И вот здесь я соглашусь с Виктором Франковым, но я же могу сама решить, как я об этом буду думать. То есть как я отношусь к этой ситуации? За окном дождь. Это для меня как? Это для меня ужас и плохо, или это для меня травка за зимой не это лучше? Или еще что? То есть я решаю. И, соответственно, у меня будут эмоции. Но это если кратко. И тут тоже сразу хочется сказать, что если мы зациклились на какой-то мысли, которая нас разъедает, которая все-таки неконструктивная, но мы же так думаем, это же моя мысль, но это же для меня правда, что я себе врать буду? То есть скажем, ну я так считаю, то есть это я, я так считаю. Тогда можно поговорить с собой, можно задать себе вопросы, а написать два столбика. Плюсы, да, то есть что за, а что против моей мысли. Потом спросить себя, а как бы, а что бы сказала по этому поводу там очень уважаемый мной человек, авторитет. Да, то есть, ну немножечко вот порассматривать с разных сторон свою мысль. Вы можете обнаружить, возможно ли другие объяснения? Вы можете обнаружить, что вы не такой уж и прав. Вы можете обнаружить, что на самом деле-то вы можете об этом думать иначе. Вот, ну это если так. Ну, как бы, тут ничего особенного можно даже не дополнять. Один маленький, очень короткий комментарий. Это все потому, что мы являемся образом Божьим. Каковы мысли человека, таков и убыли. Да? Ну, я в том смысле, что, как Писание нам говорит, в начале было слово, вот, то понятно, что наша вот деятельность, поскольку мы образ Божий, да, понятно, что мы подчас криво-косо… А мысли – это слова. Мысли – это слова, которые мы себе говорим. Подчас мы этот образ криво-косо как бы отражаем, поэтому у нас бывают мысли, ну, по-другому скажу, как вот конструктивные или деструктивные, да, но в любом случае, как бы парадигма, моделька, она остается все равно той же самой. Сначала идет слово, сначала есть мысль, которая вот… Это как идея, я бы даже сказал, не столько мысль, как идея. Иногда ее даже трудно сформулировать вот тем набором слов, которые нам предоставлены. Отсюда мораль. Расширяйте свой кругозор, вот, и, значит, как бы разнообразьте свой вокабуляр, вот, словарный запас. Для того, чтобы вот вы могли выразить свои мысли правильно, вот, и это часто бывает у людей, как бы по себе знаю, что ты что-то произносишь, и ты перескочил с одной мысли уже на другую, а люди-то этого не знают. То есть в голове-то у меня все понятно. Вот, у меня красивая картинка, все складывается абсолютно четко, а люди стоят, смотрят, и как бы ты о чем? Вот, то есть мы говорили об одном, потом бег ассоциации прошел, я перепрыгнул на другое, потом на третье, на четвертое, а вот эти связочки надо тоже проговаривать, чтобы люди вас понимали. Да, и следующий, последний, так сказать, канал, вы сейчас удивитесь, но это физическая активность. Да, абсолютно. Да, и тут можно много говорить, но мы не будем много говорить. В общем, дело в том, что это называется телесные методы борьбы там со стрессом или все такое. И психологи ужасно любят, во-первых, вот это сразу дыхательное. Что именно? Когда у человека стресс, то у него включаются типические реакции, биологические реакции организма. Вот, там учащается сердцебиение, соответственно, учащается кровообращение, учащается дыхание, там, давление подскакивает, да, все понятно. Давление подскакивает, поехали, поехали. И сообщается в мозг, что тревога, тревога, усиливается страх и пошел замкнутый клуб. Все. Почему психологи так любят предлагать, давайте подышим? Потому что дыхание это единственная штука, которую мы можем управлять в нашей цели. С помощью дыхания мы можем нормализовать сердцебиение, потому что, когда мы вдыхаем, говорится, дышите по единичке, то есть вдох, вот это коротенький хвостик по единичке, а выдох, это длинная палочка по единичке. Вдох, значит, носом делаем, выдох делаем, и когда мы так дышим, мы стабилизируем, мы успокаиваемся. Во-первых, мы стабилизируем наши биологические показатели, вот эти вот все сердцебиения. Сердцу мы не можем сказать, так, бейся ровно. Мы не можем, а дышать мы можем. Вот. И, в общем-то, минуты две вот так вот дышать, но дышать нужно как бы брюшным дыханием, животом, и дышать нужно так, чтобы не задыхаться. То есть это должно быть вам комфортно, найти свой метод, свой стиль. И все, и вы успокаиваетесь, вы сами потом удивитесь. Как же это просто. Да неужели это элементарно так решается. Да, потому что в ваш мозг перестает поступать сигнал о том, что тревога, тревога. Потому что сердцебиение угомонилось, вот, то есть оно стало нормальным, обычным. И да, на химическом, биологическом уровне ваш мозг перестал поступать информацию о том, что тревога. И мы успокоились. Вот так просто это решается. Либо, скажем, релаксация тоже. Напрягли сильно мышцы, потом расслабили. У меня клиентка одна, говорит, я дала ей домашнее задание, то есть пришла со сильной тревогой. Сильная тревога. Не знаю, что с ней делать. Ну, я одно из заданий говорю, а вот возьмите, откройте в Ютубе дыхательную, релаксацию, не дыхательную, мышечную, релаксацию по Джекобсу, или по Якобсу. Я говорю, сделайте, расскажите мне, как вам. Она говорит, слушайте, я не могу сделать, я начинаю делать и засыпаю. То есть человек, который сложно засыпает, в принципе, пришел ко мне. Понимаете, как оно работает? Вот это телесные методы борьбы со стрессом. Еще что такое? Физические упражнения, прогулки, это все туда же, ребята. Мало того, сейчас последнее расскажу. Нет, я тут точно всеряну, потому что мне нужно полшага назад вернуться к дыханию. Это на самом деле это история творения. Да? То есть бытие, вторая глава, создал Господь Бог человека из праха земного и вот когда у нас появляется настоящий человек. То есть до тех пор, пока это из праха земного или мы тут с семьей недавно пересматривали терминатора, такой из жидкого металла, это все не человек. Он становится человеком, когда Бог вдунул в него дыхание жизни. Да. Мы какое-то время можем жить без воды, без еды, без сна, это все основные потребности, но какое-то время мы можем жить без дыхания. Это самая как бы короткая вещь, да, то есть мы можем какое-то время там задержать дыхание. Три минуты. Ой, я не знаю, я не уверен, что я три минуты выдержу. Вот, то есть я... Умеется в виду мозг начинает разрушаться через три минуты кислородного голодания, а мозг... То есть я понимаю, что у нас там в комментариях можно будет увидеть, наверное, что там какие-то люди плавают под водой по пять минут, все чудесно. Это все супертренированные люди, но даже пять минут, понимаете, это, ну, по сравнению со всей длиной жизни... Это не две недели. Это, да, это не там не сорок дней без еды, это не сколько-то там дней без воды, это не неделями, опять же, там, как бы задержка сна, это очень серьезная проблема, но это не такая проблема, как дыхание, да, поэтому если у вас есть дыхание жизни, это очень хорошо. Ура. Вот, поэтому его надо и настраивать, и регулировать. Прикольно, мы друг друга переодеваем сегодня, очень прикольно. Живенько получилось. Еще что быстренько скажу, что израильские психологи, которые работают с травмой, там постоянно идет война, вот, они, знаете, как тренируют людей к стрессу, то есть вот, быть стрессоустойчивыми, то есть они просят делать нагрузки, например, вот там, ну, такое упражнение, берут ремень, руки вот так вот, и сильно-сильно вот так натягивают, сильно-сильно-сильно, натягивают-натягивают, а потом бросают, бросают, бросают руки, бросают ремень, вот, Вот. И вот представьте, ну и что, да? Ну и что? А то, что это телесный способ выработать стрессоустойчивость. Когда ваш организм умеет переживать физические нагрузки, вот спортсмены, они очень стрессоустойчивые, то есть мышцы переживают, что такое натренированные мышцы, как сталь? На самом деле там во время тренировок они же боль переживают и мышцы, какие-то микротрещины или как-то лопаются на микроскопическом уровне, вот они прям повреждаются. И после этого там что-то происходит, они становятся тверже, сильнее, мощнее. Вот. И таким образом тело сообщает психике о том, что это можно пережить, можно быть устойчивым, во мне есть сила. Даже вот так, представляете, как интересно. Я до конца не понимаю, как это работает, но это работает. Ну, в этом прелесть всего нашего творного мира. Главное, чтобы не мы понимали, как это работает, а творец понимал. А он нас направит на все благие и необходимые дела. Ну да, но мы, например, не очень же знаем, как наши смартфоны там работают, но мы же ими пользуемся, правда? Точно. Или машины. Итак, друзья, мы сегодня описали, немножко пробежались по модели Basic PH, которая собрала все самые такие распространенные каналы, которыми может воспользоваться человек, чтобы выйти из кризисной ситуации. И есть такое пожелание, что как можно больше этих каналов приобщайте в жизнь, приобщайте. Понятно, что есть излюбленные, понятно, но все же, ну, гуртон веселее. Вот как со словарным запасом, это точно так же и здесь. Это надо расширять. И даже сами каналы, даже сами каналы, их сами каналы можно расширять. Итак, каналы шесть штук. Вера, эмоции, общение, воображение, мышление, физическое отношение. Все шесть. Берите, пользуйтесь. Аминь. А мы улетаем. До следующей встречи. Благодаря Словении. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова